Добрый день! На 12-м канале новости в студии Екатерина Булучевская. И вот что вы увидите в этом выпуске. Оптимизация омского здравоохранения. Александр Бурков проконтролировал работу Единого центра госпитализации ковидных больных. Какие выводы сделал губернатор? Безграничное милосердие. В многодетных семьях во многих никаких компьютеров нет. Мы кликнули клич. Айтишные фирмы, люди скинулись, собрались. Вот у нас сейчас около десятка компьютеров. Волонтеры раздают подарки нуждающимся мечам. Фарм Армагеддона не будет. Лекарственные препараты есть в наличии. В регион поступила очередная крупная партия медикаментов. Поздравьте волшебника! Сегодня день рождения у главного чародея страны Деда Мороза. Расскажем самые интересные факты о загадочном персонаже. И спят усталые зверушки. Гималайская медведица из Большереченского зоопарка отправилась на боковую. Субтитры предоставил DimaTorzok Ведомство и намерено звучит на очередном заседании регионального оперштаба. Из-за ухудшения эпидемиологической обстановки работу ресторанов в новогоднюю ночь уже запретили в Москве и ряде других регионов. Отменить праздничные корпоративы планируют и в Омске. Под запрет может попасть также услуга Дед Мороз по вызову. При этом отменят ли праздничные гуляния на улице, пока неизвестно. Система здравоохранения постепенно приходит в норму. Такой вывод сделал губернатор после посещения единого центра госпитализации пациентов с коронавирусом. Информация об этом появилась на странице Александра Буркова в инстаграме. Работу службы, которую открыли на базе станции скорой помощи, глава региона оценил вместе с новым министром здравоохранения Александром Мураховским. Бурков отметил, сейчас здесь трудятся 9 человек, сотрудники на связи с врачами и диспетчерами скорой помощи. Как отмечают сами специалисты, за последнюю неделю ситуация значительно улучшилась. Сократилось время ожидания компьютерной томографии, увеличилась скорость обслуживания одного вызова. Количество мест для госпитализации тоже увеличилось. У больниц больше не скапливаются очереди скорых. Александр Бурков отметил, это верный признак того, что система постепенно приходит в нормальное состояние. Также глава региона отметил, что на службе скорой помощи сейчас колоссальная нагрузка. Если раньше на вызовы ежедневно направляли 95 бригад, то сейчас 17 экипажей могут выпадать. Это связано с болезнью самих медиков. Однако, несмотря на это, в правительстве делают все возможное, чтобы повысить качество оказания медпомощи. А мечи также, как и любой житель страны, смогут выходить из изоляции без теста на COVID-19. Постановление об этом подписала руководитель Федерального Роспотребнадзора Анна Попова. Документ касается выписки с больничного как пациентов, у которых выявили коронавирус, так и тех, кто изолировался после контакта с заболевшим. Первых теперь смогут выписывать после одного отрицательного теста на коронавирус, а не двух, как это было ранее. Ну а тем, кто контактировал с ними, и вовсе обследование не понадобится. Их будут допускать к работе через две недели со дня последнего контакта с заболевшим. Из стационара пациентов смогут выписывать и до получения отрицательного результата тестов, если больному необходимо будет продолжить лечение на дому. Также Роспотребнадзор установил время, за которое необходимо проводить исследование. Результаты теста пациенты должны получать максимум через 48 часов. Новые правила уже вступили в силу. Морозы точно не страшны. Омск получил паспорт готовности к отопительному сезону. Документ подписали специалисты Ростехнадзора после проверки всех городских ТЭЦ, котельных, тепловых сетей и управляющих компаний. Все замечания устранены, а это значит, что Омск готов к самым серьезным погодным испытаниям. И даже в морозы в домах и квартирах будет тепло. Напомню, отопительный сезон в городе начался в этом году с 22 сентября. Мягкие игрушки, продуктовые наборы и компьютеры. Омские активисты Общероссийского народного фронта в период пандемии собирают для многодетных семей гуманитарную помощь. В акции «Мы вместе» участвуют жители региона, предприятия и даже компания по продаже оргтехники. Общественники побывали в Таврическом районе и вручили подарки многодетным семьям. Подробности у Никиты Смирнова. Один компьютер для вас мало. Так вы что? А что такое? Потому что нужно такое на 8 детей один компьютер. Сюда подходите. Нам еще один компьютер подарили. Ну что сказать? Спасибо вам большое. В семье родичевых 8 приемных детей. Первый компьютер появился здесь всего 2 недели назад и сразу стал центром притяжения. Мы много чем занимаемся. Делаем уроки на компьютере. Ну смотрим всякие там мультики, кино. Занимаемся. Делаем, составляем мультики. Ну еще там у девочек в субботу и воскресенье у них занятия школа пони. Сегодня активисты ОНФ подарили еще один компьютер. Кроме оргтехники, продуктовые наборы и мягкие игрушки. Конечно, сразу же разбирают девочки. Судьбу этих детей тяжелой. Их всех когда-то бросили родители. Но сегодня все вместе. Они большая семья, где уважают старших и помогают младшим. И очень любят проводить время вместе. Будь то чистка двора от снега, приготовление ужина, рыбалка или поход за грибами. Мы при местах трудимся, то все трудимся вместе. Если мы отдыхаем, то все мы отдыхаем, естественно, вместе. Если в лес, то все вместе. Если на улице снег чистит, то все вместе. Если в огород, то тоже мы все вместе. Своим примером мы воспитываем своих детей. Активисты Общероссийского народного фронта помощь многодетным семьям оказывают не впервые. Необходимые продукты, вещи, гаджеты и оргтехнику собирают в нескольких пунктах приема. С начала лета семьи получили сотни наборов. На очереди 10 компьютеров. Обнаружилось, что в многодетных семьях во многих никаких компьютеров нет. Мы кликнули клич. Айтишные фирмы, люди скинулись, собрались. Вот у нас сейчас около десятка компьютеров. Три из них мы вот сейчас развезли. Будем еще развозить эти компьютеры. Я думаю, что около 10 человек в тех районах, в которых мы работаем, в тех сельских районах, будут обеспечены компьютерами. Ну и, соответственно, конечно, мы привезем им и продуктовые наборы. Сбор продуктов, игрушек и компьютеров продолжится. Акцию мы вместе планируют проводить на территории региона вплоть до полной победы над коронавирусной инфекцией. Никита Смирнов, Дмитрий Алдыгепченко, 12 канал. 120 тысяч упаковок лекарств сегодня поступило в регион. В основном это противовирусные препараты. Есть также и запас антибиотиков. Предлагается, что этого хватит на месяц, но фармацевты уверяют, поставки продолжатся. Уже сегодня новую партию распределят в 12 аптек города. В районной области препараты поставляют каждую неделю по графику. Так, например, в ближайшие два дня медикаменты отправят в аптеки Тарского и Сидельниковского районов. Напомню, губернатор Омской области Александр Бурков в начале ноября напрямую обратился к производителям лекарственных препаратов, чтобы наладить поставки на аптечные сети. При этом фармацевты призывают омичей не закупаться впрок, чтобы не создавать дефицит и не лишать действительно нуждающихся возможности купить необходимый препарат. Антибиотики однозначно будут отпускаться только по рецептам, выписанным врачом. А противовирусные препараты относятся к безрецептурному отпуску. Ограничения у нас только рекомендательный характер носит. Пожелание такое, чтобы не создавался ажиотажный спрос, чтобы не было паники. Лекарственные препараты есть в наличии, поступают у нас ежедневно в нашей аптеке. Поэтому в разумных количествах, не более того, что требуется для одной семьи. Рецепты фармацевты по-прежнему будут оставлять у себя. Кроме того, бланк должен быть заполнен правильно и на латыни. Напомню, выписывают не конкретный препарат, а средства с определенным действующим веществом. Омские добровольцы поддержали будущих врачей. Чай и сладости активисты волонтерского центра «Единой России» передали студентам-медикам. Будущие доктора и медсестры в омских поликлиниках помогают в регистратурах, измеряют температуру пациентам на входе, а студенты старших курсов помогают врачам на приеме. Из-за сезонных заболеваний количество пациентов резко возросло, и загруженные работой студенты не всегда успевают даже поесть. Поэтому, признаются, порой бывает действительно тяжело. И такая поддержка приходится как нельзя кстати. И медики, и волонтеры, и медики, будущие врачи, которые добровольно пришли работать в больницу в такой период, мне кажется, это заслуживает уважения. При условии того, что через них проходит именно основной поток людей, которые так или иначе болеют. Также активисты раздали медицинские маски пациентам, продолжают волонтеры поддерживать и медиков. Например, на минувшей неделе их угостили горячим обедом. Добровольцы не забывают и о пенсионерах, которые находятся в группе риска. В Омске не будут отменять массовые катания на коньках. Заливка катков уже началась. Лед укладывают на открытых стадионах «Юность» и «Красная звезда». Аналогичные площадки оборудуют также в парке «Трехсотлетия Омска», вблизи ледовой арены имени Киселева, на стадионе «Энергия» — это в Амурском поселке, на базе центра лыжного спорта и на территории спортшколы «Крутая горка». Цены на прокат останутся прежними от 150 до 200 рублей. Первых гостей здесь ждут уже в начале декабря. Мы все с малых лет его знаем, повсюду желанный он гость. Сегодня день рождения отмечает Дед Мороз. Главный зимний волшебник — один из самых загадочных персонажей. О его точном возрасте споры идут до сих пор. Одни считают, что чародею уже несколько тысяч лет, и это похоже на правду, если верить в теорию, что прообраз Мороза Ивановича — древнее славянское божество. Другие же уверяют — дедушке почти 83. Официальным атрибутом новогоднего праздника он стал в эпоху Советского Союза. Ну а в 1999-м родиной Деда Мороза признали Великий Устюг. И теперь именно там, по традиции, 18 ноября проходят шумные гуляния. Поздравить российского чародея приезжают даже зарубежные коллеги — Санта, Юлыпуки и Пер Ноэль. Обычно в конце праздника виновник торжества зажигает огни на большой елке, и с этого дня народ начинает готовиться к самой волшебной ночи года. Велотренажер, турники для подтягивания и место для спортивных игр. В Ново-Варшавке оборудовали новую площадку ГТО. На стадионе «Колос» собрали 26 тренажеров и уложили резиновое покрытие. Тренироваться под открытым небом смогут подготовленные спортсмены, учащиеся в спортивной школы и обычные жители. В крытом стадионе можно поиграть в баскетбол и мини-футбол, а также заняться легкой атлетикой. Создание хороших, современных условий для занятия физической культурой, спортом, двигательной активностью, наверное, сегодня это задача не только государства, не только нашего министерства. Это просто должна быть потребность людей. В том, что твои физические кондиции – это твое физическое состояние, это твой успех. Люди не избалованы именно такими объектами на селе. Поэтому я говорю, что здесь задача их создавать. Всего в регионе появится 7 площадок для подготовки и выполнения нормативов ГТО. Уже в 2022-м закончат установку во всех райцентрах. Комплексы возводятся в рамках нацпроекта «Демография». Они появятся в Саргатском, Колосовском, Одесском, Таврическом, Нововаршавском, Оконечниковском и Сидельниковском районах. Арена Омск подорожала. Стало известно, что на строительство Ледового дворца выделили еще несколько миллиардов рублей. Деньги поступят из резервного фонда правительства страны. Общая смета арены теперь больше 14 миллиардов. Хотя изначальный проект оценивали в 10 миллиардов рублей. Напомню, на прошлой неделе на строительной площадке побывал председатель Совета директоров «Авангарда» Александр Крылов. Он еще раз подтвердил, что деньги на возведение объекта есть. И это подтверждает распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина. Новая Омская арена должна стать одной из площадок проведения молодежного чемпионата мира по хоккею в 2022-м. Спорткомплекс рассчитан на 12 тысяч зрителей. Почувствовали приход зимы. В Большереченском зоопарке до весны залегла в спячку гималайская медведица Кроха. Хищница слывет знатной соней. Обычно она раньше всех засыпает и позже остальных просыпается весной. Ее домик в вольере сотрудники зоопарка уже прикрыли сеном, чтобы косолапой было тепло и не мешали посторонние звуки. А вот остальные медведи еще бодрствуют, но уже не так активны, как обычно. Из берлок выходят только на завтраки и обеды. Иногда еще могут понежиться на солнце, но в основном привычным играм в вольерах предпочитают легкую дрему. А вот кто действительно пока не готов к спячке, так это гималайц-малыш. Он веселый, активный, радуется, когда к нему подходят, начинает свои трюки выделывать, выкрутаться, кувыркается. В общем, полностью он пока что радуется жизни и не собирается уходить в спячку. Вообще же впадать в спячку в ноябре для большереченских хищников уже вошло в привычку и объясняется теплой осенью. Несколько лет назад косолапые засыпали в октябре. Когда проснутся медведи, тоже сказать сложно. Если зима будет холодной, из берлок хищники выберутся только в марте. А если морозы лютовать не будут, проснуться могут и в феврале. Далее прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Инстаграме, Телеграме, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно и на сайте 12канал.ру. Там же мы выкладываем и полные выпуски программы «Час новостей». Оставайтесь с нами. Лазерные терки для пяток. Пилочки для безопасного необрезного маникюра. Кусачки для жестких и проблемных ногтей на ногах. Огромный ассортимент маникюрных ножниц. Только с 19 по 22 ноября в ДК Малунцева. Товарищ, на качестве не экономь. Деньги не теряй. При покупке профнастила толщину проверяй. Омск Сайдинг Инвест. 999-222. Спонсор прогноза погоды ООО «Маслосыркомбинат Тюкалинский». Сибирские продукты с любовью и заботой о здоровье. Завтра, 19 ноября в Омске переменная облачность. Температура ночью минус 10, минус 11. Днем до минус 12. В районах облачно, без существенных осадков. В ночные часы 11-12 градусов ниже нуля. Днем термометры покажут минус 7-9. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 765 миллиметров ртутного столба. Все началось с него. Масло, созданное в Тюкалинском районе еще в 19 веке. Наше масло считалось эталоном вкуса и не имело равных. Сегодня мы производим еще сыр, творог, сгущенное молоко и другие полезные молочные продукты. А также отвечаем за весь процесс производства. От закупа сырья до появления на полках магазинов. Масло, сыр, комбинат Тюкалинский. Сибирские продукты с любовью и заботой о здоровье. Таковы новости. Следующий выпуск смотрите в 17 часов. Ну а я с вами прощаюсь. Хорошего дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова